Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы завершим разговор о книге «Деяния апостолов», обратившись к последней, 28-й главе. 28-я глава рассказывает, собственно, о второй половине о заключительной части путешествия апостола Павла в Рим, где он должен предстать перед судом Кесаря и где, собственно, он проповедует среди жителей Рима, иудеев и язычников. В первой части этой главы речь идет о том, что Павел и бывшие с ним, его охранники, его спутники, узники и так далее, оказываются на Мальте. Остров называется Мелит. Ну и вот чудесным образом они получают помощь от жителей этого острова. Лука говорит, иноплеменники, ну действительно иноплеменники, тем не менее оказали нам немалое человеколюбие. И это вскользь брошенное замечание на самом деле довольно важно, потому что все-таки разговор о том, что Богу нужны угодные, могут к Нему прийти люди не только из народа иудейского, но и из язычников, и вообще они тоже люди, тоже люди. Эта тема красной нитью проходит через деяния, ну и, соответственно, здесь тоже Лука не забывает отметить, иноплеменники тоже люди приняли нас немалым человеколюбие. Ну вот, дальше он рассказывает о паре чудес, которые происходят, ну потому что из песни слова не выкинешь. Вот он говорит, когда только-только, чтобы согреться всем, начали раскладывать костер, там из кучи хвороста какая-то змея ядовитая вышла, ехидно, как он пишет, и повисла на руке апостола Павла. Ну и, соответственно, иноплеменники по-разному. Одни говорят, ой, наверное, этот человек какой-нибудь страшный, грешный преступник, если судьбы, не утопив его в море, теперь пытаются уничтожить его через эту самую змею. А потом, когда Павел стряхивает эту змею в огонь, и оказывается, что он не потерпел ни малейшего вреда, все дают вам власть наступать на змеи-скорпионов и не повредит вам, говорит Господь. Вот здесь, собственно, ровно это и происходит. Павел случайно, непреднамеренно берет в руки этот пучок хвороста со змеей и не вредит ему. Ну, на самом деле, конечно, имеет значение то, что Павел вовсе не собирался делать из этого цирковое представление. Христиане позднейших столетий, конца второго, третьего, рубежа третьего и четвертого, склонны были действительно подобного рода вещи делать целенаправленно, давая кусать себя змеем иногда. Ну и, в общем, искушая Господа Бога нашего. Как правило, это ничем хорошим не кончалось, и церковью никогда не одобрялось. Потому что, видите, это работает тогда, когда Павел сам ни в коем случае не нарывается. Но это некоторый боковой дополнительный смысл рассказа. А в основном Лука говорит о том, что они, видя, что он все не умирает и не умирает, эти иноплеменники переменили мысли и говорили, что он Бог. Ну, тоже мы уже это в деяниях с вами встречали, когда, переменив мысли, люди начинают думать, что он Бог. Что он просто человек, с которым рука Божья и благословение Божья – это почему-то гораздо труднее мысли входит в голову людям. Ну и, кроме того, они оказываются в поместьях у начальника острова по имени Публия, у которого болеет отец Павел, входит, молится и исцеляет его. Ну и дальше, соответственно, это становится известным, и к ним за исцелением начинают приходиться всего острова. И так много исцелений, что, соответственно, их проводили с почестями, дали все необходимое. Ну вот, продолжается такой короткий рассказ, на котором, по ходу которого Лука прям совсем немного деяний, деталей разъясняет. И дальше оказываются они, в конце концов, в Риме, там, достаточно сложным маршрутом. Вот, тамошние братья, услышав о нас, вышли нам навстречу. И, увидев их, Павел возблагодарил Бога и ободрился. Это действительно очень важное событие. Во-первых, Павел готовился к нему, написав некоторое время назад, достаточно продолжительное время назад, послание к римлянам. И, отправив его, знал ли Павел о том, дошло послание к римской христианской общине или нет, невозможно сказать. Может быть, и знал. Весьма вероятно. Но, может быть, и не знал. Как его примут, как его встретят, тем более, что в римской общине христианской было довольно много христиан из иудеев. Довольно много. Потому что вообще римская иудейская община была большой. И поэтому в Риме, да, христианские проповедники, как Павел в других местах, нередко начинали свою проповедь именно с синагог, которых в Риме тоже было не так, чтобы мало. Одним словом, Павел для римских христиан, вероятно, должен был быть фигурой очень и очень неоднозначной связи между Иерусалимской общиной и римскими христианами были в то время тоже достаточно плотными и интенсивными. Ну вот, поэтому, когда христиане Рима, ну, какое-то количество, не все, ясное дело, ну, сколько-то кто-то, вышли навстречу Павлу и встретили его у Айпиевой площади и трех гостиниц, Павел ободрился, возблагодарил Бога. Дальше его селят отдельно от узников с одним воином, который его стережет. Опять-таки, потому что не предполагается, что Павел куда-то сбежит в шаге буквально от цели своего путешествия, от суда кесаря и оправдания. Далее, евангелист Лука рассказывает нам, что Павел созвал знатнейших из иудеев. Не христиан. Контакты с христианами, что там происходит, человек остается где-то за кадром. Может, они там каждую ночь молились и хлеб преломляли. Об этом разговор не идет. А разговор идет о том, что Павел, не имея возможности свободно ходить по городу, тем не менее, имеет возможность призывать, приглашать гостей и принимать их. И вот он приглашает знатнейших из иудеев, созывает их. Заметьте, что вероятнее всего апостол представляется в этой ситуации как фарисей. Ну и может быть, как посланник Синедриона. Трудно сказать, хотя, скорее всего, формально этого звания его, конечно, давным-давно лишили. Ну вот. Так или иначе, знатнейшие иудеи собираются в то место, где Павел живет под гласным надзором полиции. И он рассказывает им, почему он оказался в Риме, из-за чего и что, собственно, он хочет им сказать. Что вот я не сделал ничего против народа или отеческих обычаев. Римляне считают, что во мне нет никакой вины достойной смерти. Я потребовал суда у кесаря не для того, чтобы обвинить в чем-нибудь мой народ. Ну, то есть, весьма вероятно, что у людей, узнавших о Павле, узнавших о, так сказать, казусе, с которым он оказался в Риме, возникает такая мысль, что он будет сейчас обвинять иудейский народ в фанатизме, в желании убить того, кто по римским законам, с точки зрения римских властей, ни в чем не виноват, никакой достойной смерти вины в нем нет, что он таким образом будет пытаться разжечь, да, какой-то теперь, да, разжигание, теперь современный термин, вот разжечь ненависть римской власти к иудеям, поэтому Павел говорит, нет, я ни в чем свой народ обвинять не собираюсь, не собираюсь, но это иудеи, они противоречили мне, я потребовал сюда и у кесаря не для этого, а я хотел увидеться и рассказать вам, что за надежду Израилеву обложен я этими узами, то есть Павел пытается объясниться с римскими иудеями, для него это важно и в его служении апостольском, и весьма возможно в его положении в этих условиях, этого такого полузаключения, и в перспективе судебного судебного процесса тоже. Вот. Я обложен узами за надежду Израилеву, а не для того, чтобы в чем-то обвинить и подставить народ Божий. Ну, римские иудеи говорят, нет, нам ничего о тебе не писали. То есть, видимо, был некий вопрос, получили ли они письма из Иерусалима, где было бы написано, что вот Павел, вот его надо там уничтожить или не уничтожить. Нам ничего о тебе не писали, никто нам не говорил и никто о тебе ничего плохого не говорил. То есть, они не не пришли с какими-то уже готовыми предрассудками. Но мы хотели бы от тебя услышать, как ты мыслишь, потому что мы знаем, что об этом учении везде спорят. Ну, везде, не везде, но время спорят. В это время некое напряжение между иудеями и христианами, особенно христианами, ну, собственно, и христианами из иудеев, христианами из язычников, уже в римской общине вполне себе ощущается. И вопросы, на которые нужны ответы, становятся все более животрепещущими. И вот Павлу для этого назначили день, и многие пришли к нему в гостиницу. И он целый день от утра и до вечера излагал им учение Царства Божьего, ссылаясь на пророков, на Моисея. Вот целый день такая конференция получилась или семинар у Павла с этими самыми знатнейшими из иудеев. И некоторые убеждались, некоторые не верили, уходили, не согласившись ни с Павлом, ни друг с другом. И тогда, в конце, наступает момент, как всегда, Павел в узах, но от этого принципиально ничего не меняется. Он говорит, вспоминает Исаию, слухом услышать и не разуметь, огрубело сердца людей с их не обратятся, чтобы я исцелил их. И тогда будет вам известно, что спасение Божье послано язычникам. Они и услышат. Вот как бы заключительные слова всей книги. Так выглядит эта фраза. Евангелист Лука говорит о том, что за пределы народа Божьего выходит свидетельство о Боге. Спасение Божье, которое через веру в Иисуса Христа, вот оно послано язычникам, и они услышат. Иудеи совершенно как обычно не в состоянии этого перенести, но вот здесь в центре империи действительно что-то какое-то хочет обозначить Лука качественный перелом, да, то, что это некая заключительная точка повествования, потому что посланы язычникам вот по всем тем трудным путям, по которым Павел его проносит, и дальше язычники его услышат, дальше это Слово Божье распространяется и передается и в конце концов там охватывает весь мир вот из этой точки из Рима, где Павел живет целых два года, проповедует Царство Божье, уча о Господе Иисусе Христе. Вот это собственно проповедь Павла, учение его в течение двух лет, это большой строк, когда к нему приходят все, вот вернее когда он принимает всех, кто к нему приходит, вот такое, если хотите, стационарное огласительное училище складывается вокруг Павла, вот на том, на этой реализации замысла Божьего, выхода проповеди о Христе из сугубо замкнутой иудейской среды в центр мира, столицу империи и оттуда повсюду, вот на этой точке завершает Лука свое повествование. нас о Христе идущи и оттуда